Первая советская улица в Жаворонках. Хорошо знакома автомобилистам. Было время изучить ее, стоя в пробке. Сейчас проехать этот участок дороги можно за считанные минуты. На перекрестке появился светофор. Лежачие полицейские убрали. Для водителей стало гораздо лучше. Особенно для тех, кто едет транзитом через наш поселок. Я так понимаю, что стоять в пробке уже не приходится такое количество времени, как раньше. Время в пути по Первой советской сократилось на 20 минут, говорят специалисты. Пешеходам стало безопаснее пересекать проезжую часть. Все-таки переход теперь регулируемый. Это удобно для водителей, но неудобно для пешеходов. Потому что, во-первых, чтобы дойти до этой кнопки, приходится идти по грязи. Мы идем сейчас по обочине. А чтобы нажать ее, я встаю спиной к дороге. И это очень опасно, потому что стоя вот так спиной, еще и кнопка очень жесткая, приходится стоять. Опасно. Особенно, если это дети с рюкзаком сзади. Ну, как бы вот он фактически стоит на дороге. Местные жители просят развернуть кнопку вызова от проезжей части и обустроить подход к зебре. На той стороне, например, тротуар заканчивается за 2,5 метра до светофора. И получается, что приходится идти по обочине. Совсем не очень хорошо. И на этой стороне у нас тротуар просто без бордюрного камня фактически. Автомобили почти все едут прямо по тротуару. Вот просьба нам все это поправить, и мы будем счастливы. Борьба с заторами на дорогах Подмосковья продолжится. Только в этом году удалось ликвидировать 207 пробок, в том числе и в Одинцовском округе, на трех пересечениях Можайского шоссе. С улицей Советской в Голицыно, улицей Свободы в Одинцово и Никольским проездом в Кубинке. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.